В Манчегорске в спорткомплексе «Гольфстрим» состоялся финал корпоративных соревнований по баскетболу ГМК «Норильский Никель». Этот вид спорта в городе Металургов очень развит. Игру любят как взрослые, так и юноши и девушки. Специально для них перед началом соревнований мастер-класс провел олимпийский чемпион по баскетболу. Кидать мяч нравится всем, а вот делать это правильно с переходами без штрафных юные спортсмены учатся постоянно. В этот раз на тренировке все внимание направлено на олимпийского чемпиона. Призера и победителя чемпионатов СССР, России, Европы, Межконтинентального кубка и обладателя двухметрового роста Сергея Тараканова. Мне очень интересно побывать в Манчегорске и Мурманске. Никогда не был в этом регионе. И мне приятно видеть то, что баскетбол знают и любят. И приятно был удивлен уровнем подготовки парней и девчонок, с которыми мы проводим занятия. Это опять же внушает оптимизм. Быстрый прорыв на баскетбольном поле стал главным элементом тренировки. Звезды игры Гулливеров отрабатывали тактические приемы при движении к заветному кольцу соперника. Все-таки больше хочется обратить внимание на технику, потому что это изначально, а потом уже дальше все как пазлы должно сложиться. Следующее задание. Левую ногу вперед и под ногой. У вас период под ногой. Стой на месте. Начали. Левую ногу вперед. Правильно и точно отдавать паз, держать оборону корзины, оттачивать технику необходимо каждый день, шаг за шагом. Также на площадке важно понимать своих с полувзгляда. В этом вопросе у девушек преимущество. Хоть женский баскетбол по скорости немного и уступает мужскому, на поле прекрасную половину выручает интуиция. Ну, для девочек, наверное, наравне. Ну, так, не знаю. Мы не собираемся плохо играть, стараемся, и поэтому никогда не отстаем от них. Парни лучше по технике, да, все-таки? Ну, не бывает, да, но у нас есть к чему стремиться. Бывает, конечно же, очень. Ну, некоторых, да. Каждый что-то узнает для себя новое и впоследствии это применяет. Я лично большой опыт получил. География проведения звездных мастер-классов постоянно расширяется. Волгоград, Красноярск, к слову, родина олимпийского чемпиона Псков, а теперь и Заполярье. Сергей Николаевич признался, в тренерской практике были случаи, когда из маленьких городов ребят приглашали в олимпийскую школу. Я вспоминаю свою юность. Мне так хотелось развить левую руку, что я ел левой рукой, ходил в припрыжку, потому что хотелось быть прыгучим. Мне удивительно, когда в таких небольших городах, как Мочегорск, есть команды и не одна, и тренеры с ними занимаются. Есть у ребят желание заниматься баскетболом, есть определенные навыки, над которыми понятно, что нужно работать, равно как и профессиональные игроки, и кто тренируется, и совершенствует свои навыки. А вот ребята 14-15-летние, конечно, им еще много, что нужно дорабатывать. В этом, в принципе, и состояла наша функция сегодня. После юношеского мастер-класса для завершающих игр корпоративного турнира Норильского Никеля на поле вышли взрослые команды. Кто лучше владеет мячом, и правой и левой выясняли строитель и ремонт. Баскетбол, я считаю, уникальным видом спорта, который позволяет перенести непосредственно с игровой площадки в работу те навыки, которые должны быть у людей для получения хороших результатов. Это чувство плеча, это где-то нужно наступить, может быть, на горло своей песни, это нужно смириться с какими-то, в общем-то, пускай и не нравящимися вам качествами у людей, с которыми вы, в данном случае, играете, а потом работаете. Это очень важный фактор. В игре субординации нет. Рабочие, инженеры, операторы бурильных установок, электролизники. На поле просто спортсмены, у которых одна общая цель – золотая медаль. Внутри нет такого, когда на баскетболе поле мы все равны, нет какого-то разделения по приоритетам, кто как работает, кто все, мы как все люди, все друзья, так что мы не разделяем друг друга, кто-то выше, кто-то ниже. С каждым годом все лучше и лучше. Я третий год в команде, просто у меня есть с чем сравнить. Я говорю, что в этом году все слаженно получилось, все уважительно к друг другу относятся, у нас никто не ссорится, все ходят на тренировки, все хорошо. В течение трех дней на площадке Мачегорского спорткомплекса «Гальфстрим» соревновались пять команд в баскетбольный турнир. Норникеля завершился безоговорочной победой ремонтника. «Гальфстрим»